В рации сближения с Европейским Союзом не только Украина, но и Грузия активно сближается. По некоторым параметрам они быстрее, чем Украина сближается с Европейским Союзом. И не секрет, что они получили раньше, чем мы безвизовый режим. Вы уникальный депутат в том, что вы активны как внутри государственной политики, так и на межгосударственном уровне, так и у себя в округе. Все три сферы у вас полноценно развиваются. Если мы говорим о межгосударственных отношениях, а вы важная личность в этой сфере, поскольку вы возглавляете в межпарламентскую группу дружбы между Грузией и Украиной, я присутствовал на многих мероприятиях, которые были организованы, в том числе и под вашей эгидой. Познакомился со многими депутатами парламента Грузии. Я знаю, что важная дата была, столетие фактически взаимного признания государственности. Еще тогда, много лет назад, в 2018 году, когда распадалась империя российская, Украина тогда определенную правосубъектность имела, Грузия тогда имела правосубъектность. Спустя сто лет эти страны стали независимыми. После распада уже советской системы. Это все закономерно. Что сейчас происходит в наших межгосударственных отношениях? Какой у нас, какой план реального развития? И в чем мы похожи на сегодняшний день? Сегодня Украина ведет активную жизнь международной политики. Не только с Грузией, но и со всеми европейскими странами. Протяжение этого два года, если пример возьмем о Грузии, много чего поменялось и много чего началось новое. Например, в прошлом году мы вместе с президентом, с премьером, с главой Верховной Радой, с депутатскими группами. Мы ездили и долаживали дипломатически хорошие отношения. Оно было, есть и будет, но укрепить ситуацию всегда надо, когда новый президент появляется в державе. И как раз за 22 года это первый визит был официальным президентом. И это дало возможность и экономику, и туризму, и отношения международного, допустим, где голосуем мы за Грузию, а не за Украину. И там, в Европе, да, межсолидарности. У нас очень много идентичных вопросов интеграции Европы, интеграции НАТО, совместные проблемы, оккупированная территория, Россия. И, знаете, не будем деталей подаваться. Проблемы есть, но которые приходится нам постепенно его решать. Если не будет между двух странами хорошие отношения, тяжело его будет решать. И сегодня как раз очень много перспективы есть. Перспективы есть в чем? Вот после этих визитов, мы в прошлом году начали обсуждать межпарламентские ансамблеи. В этом году мы ездили тоже вместе с спикером в Грузии. И они были у нас. И межпарламентские ансамблеи между Грузией и Украиной, Молдовой уже есть у нас. При этом балтийские страны присоединяются, а у них тоже ансамблеи. И идет совместная работа. Да, вот между двумя ансамблеями. Об этом еще Пархубин недавно ездил в Америку, где были... В ее выступлении, да. Собраны все ансамблеи, которые были представлены до того. И на сегодняшний день это дает актуальные силы и возможности объединиться против врага. Потому что у нас практически всех идентичные проблемы. Оккупированная территория, которой страны нуждаются в защите. И исходя из всех ситуаций, облегчается даже вступление НАТО. Ряд-ряд вопросов, которые дают здесь возможности и развития двух стран. А что касается на культурном уровне и на уровне народа, мы как начали, это было апрель месяц, установили мемориальную доску в парке Соловниском, там аллея Грузии есть. Спасибо депутатам народных, которые помогли. Это есть Андреевский такой, который поддерживает в этом ситуации. Спасибо ему, хочу сказать, этих двух отношений. И таких правильных позиций. И потом мы в Грузию ездили там, ну, где независимость и 100-летие. Здесь было где-то концертов 4-5. Ну, и на уровне культуры, и на уровне общения народов получилось очень хорошо. И я сегодня счастливый человек, да, вот я могу быть одним из координаторов в этом случае, да, вот направлении культуры, направлении политики, направлении честных отношений с правительством, с парламентом между двух стран. И я думаю, следующий год, этот год будет неплохо идти. Мы в сентябре собираемся еще уже последним утверждением ансамблея будет в Грузии. И уже будет распределение этом должно быть 4 комитета. И, то есть, процесс идеи вперед. Но при этом еще хочу тебе сказать, знаете, в чем хорошо? Когда державные лица встречаются, внизу отношения теплые становятся. Торговля, ну, вот сегодня 80% импорта идет с Украины в Грузию. Оттуда, ну, заходит там довольно мало, потому что производства такого анима, ну, заключается в том, что когда мы начали заниматься, было 350, а сегодня до 800 миллионов. Ну, взросл, ясно. Ну, мало или много, 800 миллионов готовых продуктов продаем мы наши дружные державы. Ну, конечно. Это позитивно. Это в районе 170 тысяч людей уже отдыхали и отдыхают там. То есть, туризм. И много положительных и эмоциональных вопросов, которые сегодняшний день нас объединяют. Да, вот для меня это один из лучших шагов, вот, который могу сказать, вот, похвалит даже себя, вот, что лучше я мог бы делать, лучше я ничего не мог бы делать. Ну, понятно, вы на своем месте. Да, я просто объединил отношения и в каком-то моменте двух стран, то, что они были дружны, они были разные, думали всегда друг о друге. И не в Европе, и не здесь, и не там нас не подводили. Вот. Хорошо.